Самолеты устаревают быстро. Уже с первых лет своего существования военная авиация развивается настолько стремительно, что почти у всех боевых самолетов карьера одинакова. Несколько лет успеха и славы, а затем почти мгновенный закат. На смену приходят новые, и вскоре они повторяют судьбу предшественников. В первой половине 20 века это правило почти не имело исключений. Одним из немногих стал неброский биплан Николая Поликарпа. Учебный 2, или сокращенно У-2, так незамысловато назвали самолет первоначального обучения. Впервые он поднялся в воздух в январе 1928 года. Опытный образец пилотировал известный в будущем летчик Михаил Громов. Он по достоинству оценил летные характеристики новой летающей парты. У-2 легко удавались все фигуры, кроме штопора. Заставить самолет войти в штопор было трудно, а вылезти очень легко. Достаточно было просто отпустить ручку управления. Курсанты могли не бояться летать на По-2. Так переименовали самолет после смерти конструктора. По-2 без преувеличения летающая легенда. Вряд ли найдется самолет проще и дешевле. Фюзележ выполнен из фанеры. Обшивка тканевая, из перкаля. Лонжероны деревянные. Приборы тоже самые простые. Но вместе с тем исключительно надежное поведение в воздухе. У-2 прощал курсантам самые грубые ошибки. Именно на нем поделись воздух тысячи будущих асов советских ВВС. До первого самостоятельного полета по кругу, курсант летал на По-2 с инструктором чуть более двух часов. А потом начинались интенсивные тренировки по закреплению летных навыков. Почти 20 лет У-2 учил летать наших летчиков. Он был во всех авиашколах. А это позволило ввести единую методику обучения. Простите, это почта? Или военторг? Заблудились, девочки? Надежный и недорогой самолет был не только партой. Он имел множество специальностей. Одно из самых известных занятий У-2 — опрыскивание химикатами колхозных полей. Кроме того, самолет выпускался в вариантах тренировочного, связного, санитарного, пассажирского, гидросамолета и во множестве других. В 1941 году в карьере По-2 произошел невероятный поворот. Конструкторы Поликарпов и Бокшаев сделали из маленького деревянного биплана бомбардировщик. Войну У-2 встретил как санитарный и связной самолет. Но никто даже не предполагал, насколько удачной окажется идея использовать его как легкий ночной бомбардировщик. Летчики, а главным образом летчицы, бесшумно планировали над вражескими окопами с предушенными двигателями. И буквально засыпали немецких солдат десятками небольших бомб. А бомбовая нагрузка у Росфанер была не такой уж маленькой — до 300 килограммов. Проводились эксперименты и с подвеской 500-килограммовой бомбы. Но такая нагрузка даже для безотказного По-2 оказалась тяжеловатой. Обычно использовали бомбы в 100 и 50 килограммов, а также более легкие. Подвешивали на самолет и реактивные снаряды, и емкости с горючей жидкостью. Морально устаревший биплант оказался на удивление фиктивным. Однако многие военные летчики, особенно молодые и неопытные, частенько подтрунивали над пилотами скромных самолетов. Взяли? Ну? Опа! Где здесь продеваются нитки? Какие нитки? Но это ведь летающая швейная машинка? Толкай! Посмотрел бы ты, как нас сегодня мессеры гоняли. Ах, вы еще и летаете? 46-й гвардейский полк ночных бомбардировщиков под командованием Евдокии Бершанской был единственным чисто женским полком советских ВДС. Летчицы бомбили переправы, укрепленные районы, штабы, скопления войск, аэродромы. Они очень эффективно поражали точечные цели. Немцы часто ничего не слышали вплоть до взрывов бомб. Двигатели самолетов были оборудованы глушителями и на малом газу практически не шумели. У ПО-2 была уникальная особенность. Он мог снижаться со скоростью всего 1-2 метра в секунду. Для сравнения, скорость приземления парашютиста около 5 метров в секунду. Не случайно летчицы получили от самих немцев прозвище «Ночные ведьмы». Курить или просто громко разговаривать в районе действий ночных ПО-2 было крайне нежелательно. Сбить рус с фанер что ночью, что днем было непросто. Летчики ПО-2 уходили от мистершмиттов и фокевульпов на бреющем полете, буквально по верхушкам деревьев, или маскируясь в складках местности. Скоростные немецкие истребители, как правило, проскакивали мимо небесного тихохода. Они не могли летать медленнее 140 километров в час, иначе им не хватало подъемной силы. А ПО-2 мог спокойно держаться в воздухе на скорости менее 100. Можно сказать, что ПО-2 был первый бомбардировщик, сделанный по технологии стелс. Фанерная машинка не отражалась на экранах немецких радаров. Одной из самых масштабных операций Великой Отечественной, в которой приняли участие бомбардировщики ПО-2, стала Корсунь-Шевченковская. В феврале 1944 года нашим войскам удалось окружить крупную немецкую группировку. Противник пытался вырваться из Катуа. На стрие немецкого прорыва были танки, а штурмовики Ил-2 ничем помочь не могли. Погода была нелетной даже для них. Она была нелетной для всех, кроме ПО-2. Командующий ВВС Александр Новиков быстро собрал около 100 самолетов. Их загрузили примерно 25 тысячами маленьких кумулятивных бомб и отправили в бой. Экипажи ПО-2 вполне преуспели. Им удалось поджечь около 40 вражеских танков. Прорыв был остановлен. После войны на ПО-2 вновь учили молодых летчиков. Опрыскивали поля, возили пассажиров и почту. Выпуск самолета продолжался до конца 50-х годов. А списывать их стали только в начале 60-х. Всего было построено около 50 тысяч ПО-2. До наших дней дожили единицы, восстановленные руками энтузиастов. Ничего. Дорогой ты наш У-2. Работяга, кукурузник. Ну ничего. Когда-нибудь мы тебе поставим памятник. В нашей стране много памятников самолетам. Мраморной стелы ПО-2 среди них нет. Этот самолет воздвиг себе иной памятник, заслужив рекордное количество прозвищ. Ироничных и уважительных. Как его только не называли. Кукурузник, огородник, небесный тихоход, руссфанер, старшина и даже ХНБ. Хитрый ночной бомбардировщик. Но самим пилотам ПО-2, конечно же, больше всего нравилось самое скромное прозвище. Король воздуха.